Велосипедный спорт Александр Гусятников На велосипеде должны ездить настоящие мужчины Еще очень много сложных ситуаций Волнующих ситуаций Особенно меня привлекают Трассы по горам И очень люблю спуски И вот моменты, когда велосипед Дюзом идет Двумя колесами То это, в общем-то, на виражах Это для меня самые Волнующие моменты Которые остаются в памяти надолго Можно сказать, это велосипедный спорт Мне дало Очень много Первых я стал понимать Людей получше И вообще сам себя тоже Порой приезжаешь после этапа Особенно весенней гонки Когда встречает тебя и дождь, и снег Приезжаешь, можно сказать, чуть-чуть Еле-еле живой Потом приводишь себе после финиша в порядок Принимаешь душ И ты становишься человеком Это ощущаешь, да, действительно Что жизнь все-таки прекрасная До старта на первенстве Союза Остались всего сутки Это сборная команды страны Владимир Каминский 27 лет, олимпийский чемпион Таких в команде называют работяг Сергей Морозов Одногодок Каминского Горный король Ава Пикус На Олимпиаде в Монреале Он был самым молодым в нашей команде Сейчас ему 23 Признанный лидер сборной Александр Гусятников Капитан команды Ветеран Великолепный танк Нынешняя сборная Коллектив ярких индивидуальностей Но ошибется тот, кто будет искать В их облике признаки необычности Исключительности На вид обыкновенные ребята И самые талантливые гонщики Союза Сейчас важно расслабиться И собраться с мыслями Советует Виктор Капитонов Главный тренер сборной Завтра они будут соперниками Сегодня по традиции Фотография на память Перед ответственным Много решающим стартом Решающим Кто будет защищать цвета сборной На крупнейших международных левогонках У меня Волнение начинается, наверное, дней за 10 До ответственных соревнований И связано с подготовкой Непосредственно с тем, чтобы Приобрести Лучшую форму Пик формы А когда остается Двое суток Сутки То уже ясно, что за это время Лучшую форму набрать уже невозможно Уже что набрал, то Останется на соревновании Выдашь И волноваться, в общем-то, нечего Несколько раз проезжаешь эту дистанцию мысленно Владимир Осокин Ну, стараешься возбудить именно себя до такой степени Когда Ну, как бы Вот если представить Взведенную пружину Которая взведена Ну, до самого конца До которой стоит только дотронуться И она Взорвется Эта пружина Если спортсмен слишком возбужден перед стартом Ну, нужно успокоить Или отвлечь его Какое-то внимание от старта Если это За сутки делается Значит, развлечь парня Для того, чтобы он Именно не переживал Что у него завтра ответственные соревнования Так как чемпионат мира Олимпийские игры Для третьего Который Плегматично относится Этого немножко Возбуждаем наоборот Ну, каждому Индиальный подход Это очень сложная задача В этот день Каждый сам готовит Велосипеды гонки На этих легких Весом 7-8 килограммов В машинах Гонщики мчатся Порой со скоростью До 100 километров в час 12 переключений скоростей Давление в шинах До 7 атмосфер Больше, чем у иного автобуса Такая машина Требует особого ухода Но даже если она в порядке Все равно надо с ней повозиться Перед стартом это успокаивает Придаёт уверенность Перед всеми ответственными соревнованиями Установку проводят капитонов Здесь немножко Так-то взбодришься И выходишь на старт В основном спокоен Даже я так считал Много раз Почти не увеличивается пульс Зачастливая старта Бывает обычно у меня Такая Приедет стартовый мандраж Учищается Дыхание Немножко начинается Дрожь появляется Настраивайся На гонку Перебираясь В мыслях Своих соперников Конкурентов Кто на данный период Подготовлены Довольно-таки сильно Всем придётся Бороться на протяжении Всей дистанции И старайся Внушить себя Что ты полон сил И можешь бороться Тренер Ариэн Кирсипу Говорит Пикусу Своё обычное напутствие Держись в седле А Борьба будет трудной Ведь это первая Крупная гонка года По южным горным Дорогам Дождь и солнце Не все дойдут до финиша Одни не выдержат Напряжение Других подведут Травмы Но сейчас Каждый верит в удачу Непосредственно Перед стартом Лично я себя Могу сравнить С бочкой С порохом Которой не хватает Какой-то искры Чтобы взорваться Ну В спорте Такой искрой является Выстрел стартового пистолета С порохом Спасибо за субтитры Алексею Но сегодня очень сложный этап, горный этап, перевалы, спуски, где-то можно будет рисковать, именно на большой скорости уходить вперед. Поэтому мы проверяем перед крупными соревнованиями именно спортсменов его работоспособность на сложных трассах. Так как предстоит нам на крупных соревнованиях именно сложная трасса, это она и с риском проходит. Поэтому мы отбираем спортсменов именно в этой категории. Есть спортсмены, судьбы которых настолько тесно переплетаются с историей спорта, что имена их становятся легендой. Пожалуй, среди советских велогонщиков таким человеком стал заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Виктор Арсеньевич Капитон. Один из известных французских спортивных журналистов писал о нем «Честь и слава Капитонову», благодаря которому советские спортсмены вошли в международный велоспорт через парадные двери. В 1960 году в Риме он первым среди советских гонщиков выиграл золотую олимпийскую медаль. Так это вошло в летопись спорта. Долгое время было два лидера. Капитонов рвановался финишировать, оставив за собой главного соперника итальянца Ливио Траппе. И лишь проехав место финиша, понял, что ошибся. Впереди еще круг, а сил на него нет. Он один знает, чего стоила ему тогда победа. Победа в полколеса. Вот уже 9 лет Капитонов руководит сборной Советского Союза. Мы стараемся подобрать тех гонщиков, которые, не жалея своих сил, борются. Да, как бы нам сказать, работать через не могу. В велосипедном спорте она существует. Отдать все без остатка. Именно ради победы. Придя в сборную, Капитонов сказал, сейчас на календаре 1969 год. Для Олимпийских игр в Мюнхене остается три года. Не считай, что это много. Задумайтесь вот над чем. Ни один из советских спортсменов еще не был чемпионом мира. С сегодняшнего дня в сборной страны останутся лишь те, кто рассчитывает на золотые медали. Не поставь бы тогда перед ребятами дерзкую цель, они, наверное, не привезли бы уже в 70-м четырех золотых медалей из первенства мира из английского города Лестера. Через два года не завоевали бы золотых олимпийских наград в Мюнхене. Не повторили бы уже совершенно новой командой свой олимпийский триумф в Монреале. С первых шагов на тренерском поприще Капитонову было ясно. Одна из главных задач создания коллектива Монолита, которому один за всех и все за одного. Такого, каким была прекрасная советская сборная конца 50-х, начала 60-х годов. Многократная победительница в велогонке мира. Капитонов был воспитан в той команде. Лучшие его спортивные годы связаны с ней. Современной классной команде нужны люди, способные несколько дней подряд проезжать по 200 километров. Стало быть очень сильные. И не просто проезжать, но выдерживать на шоссе скорость около 50 километров в час по всей трассе. Стало быть очень выносливым. Умеющий не робеть перед крутыми подъемами на Кавказе, в высоких Татрах, в швейцарских Альбах. Стало быть мужественным. Способные мчаться на головокружительном спуске, не избавляя бешеной скорости. Стало быть смелым. Способные не обращать внимания на малоустроенный быт, на почти ежедневные травмы. Травмы, что могут разом перечеркнуть длительную и напряженную работу. По себе гонщики шутят, что они люди тертые. Да, тертые об асфальт-шоссе. Капитонов помнит, как финишировал его товарищ по сборной Павел Востряков на велогонке мира в 1955 году. На последнем этапе, оторвавшись от основной группы, он упал за 30 километров до финиша. И как упал? Живого места не осталось. Врачи хотели отправить Павла в госпиталь, но он отказался. Один пустился вдогонку и финишировал, когда истекала последняя минута, отделявшая советскую сборную от преследователей. Он успел. Пересек финишную черту и упал без сознания. Стоило ли Павлу идти последние километры? Этот вопрос капитонов нередко задает своим ученикам. Умом-то они понимают, что любой настоящий спортсмен должен поступить так, как Востряков. А вот сердце. Надо, чтобы они пропустили его поступок через свою душу. Как трудно бывает порой найти силы, чтобы превозмочь боль. Это кадры 30-й велогонки мира. Упал Аво Пивус, лидер нашей сборы. Другой этап. Еще падение. Он падал три раза и все же стал победителем велогонки. Капитонов сумел научить своих подопечных главным терпению и мужеству. А как товарищи по команде помогают тебе, когда ты падаешь? На гонке мира я не падал в общей группе. Ведь за километр до финиша закрывается командное время. Если ты упал после этого километра, то это ничего. Упал на стадионе, это отражается только на твоем личном результате. А вообще-то велогонка мира, это не ту прогулка, где-то можешь запросто проскочить. Иногда бывает так, кто-то впереди падает, ты врезаешься в него. Падение неизбежно. Встаешь, едешь, а все болит. Иногда бываешь побитый в весе. Уснуть ночью не можешь. А таких падений у тебя не было, которые повлияли бы на время команды? Такого не было. Только один раз камеры ловли. Тогда ребята остались со мной двое. А трое поехали дальше с группой, для зачета. Гонка глазами тренера. В своем воображении он как бы замедляет ее. Расчленяет на составные. Но впереди новичок сборной Юрий Захаров. На подъеме он обошел Пиикуса и Гусятников и уверенно лидирует. Важно соединить опыт ветеранов и азарт молодых. Об этом думает капитонов сегодня. Многодневные гонки дают возможность проверить каждого. На подъемах и спусках, стартах и финишах. Ветер, дождь. Заканчивает этап Ава Пиикуса. Очень плохая погода. Ноги. Как камни стали. Невозможно их. На этом этапе Ава Пиикуса. На этом этапе Ава пришел только к четвертым. Три-четыре часа непрерывной борьбы на этапе. Таких изнурительных нагрузок нет, пожалуй, больше ни в одном виде спорта. Везешь лоточек воды, остается, пачки у тебя, и до финиша еще остается 20-30 километров. А тебе остался последний лоток. И ты его растягиваешь еще на несколько лотков. Ощущаешь, что такое вода. Субтитры создавал DimaTorzok Первое официальное соревнование по велогонкам состоялось в 1869 году. Победитель достиг скорости 11 километров в час. Средняя скорость современной гонки выше в 4 с лишним разом. Радость победы удел немногих. Как же сильна должна быть вера в нее, чтобы заставить велогонщиков после неудач, падений, жестоких ударов об асфальт, подниматься и снова с еще большим упорством крутить педали своей такой легкой и такой своенравной машины. К Пикуусу особое внимание. Соперники, зная знаменитый спорты Ава, не выпускают его из виду. Он за свою не очень долгую спортивную карьеру уже наездил 166 тысяч километров. Убыл четырех раз вокруг земного шара. И все же в этой гонке ему очень тяжело. Недаром говорят, что внутрисоюзные первенства выиграть труднее, чем международные. Слишком велика конкуренция. КОНЕЦ Белогонка – один из самых парадоксальных видов спорта. Соперники должны помогать друг другу на этапе. За лидером идти легче. Но настает пора самому выходить вперед и брать гонку на свои плечи. Лишь незадолго до финиша каждый, что называется, на последнем дыхании бросается вперед. Впрочем, спортсмен зачастую избирает и иную тактику. Ава, когда для тебя начинается финиш? Ну, финиш, он почти всю гонку. Потому что отпускаешь, можешь поиграть в финиш. А куда уже поближе к гонке, там надо настраиваться на финиш. Просто найти себе силу, чтобы финишировать. На протяжении всей гонки приходится бороться со своими соперниками, не отпустить их, уезжать от них. Но основной финиш уже происходит где-то километров за 20, за 10 до финиша. Тот, кто не обладает таким очень хорошим спортом, там на где-то 200-300 метров максимальных финиширует. Тот старается уехать от финишеров, создать дистанционные преимущества, и чтобы приехать с отрывов. Ну, а тот, кто в основном финиширует, очень резко, тот старается не работать. А последние 500 метров остаются, вот здесь он уже включается максимально. То, что он может скорость развить, здесь он включается. КОНЕЦ 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 Финиш. Этот этап основной гонку выиграл Ава Пикус с минимальным преимуществом. Один из лидеров советского велоспорта, он знает вкус победы, знает путь к ней. Вспомним эти кадры 30-й велогонки мира. Вот он, победный финиш. После долгого 12-летнего перерыва победителем в личном зачете снова стал советский велогонщик. И вся команда завоевала первенство в этом крупнейшем международном соревновании. Эти парни видели много дорог. В Канаде, Колумбии, Чехословакии и Италии, Алжирии и Мексике. Тогда в Риме, после блистательной победы на Олимпийских играх, в Капитонову подошел известный итальянский кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини. «Что вы получите за свою победу?» спросил он. «Очень много», — улыбнулся Капитонов. «Самое большое, что только можно получить. Уважение народу». В каждой гонке спортсмен хочет выявить. Но бывают такие гонки, которые проиграть нельзя. В 1980 году главная дорога воспитанников Капитонова будет в Москве, на Олимпиаде. «Я думаю, что каждый спортсмен мечтает участвовать в Олимпийских играх. Так и я. Сердца очень хочется, но если хочется, надо постараться». Держитесь крепче в седле, ребята. «Олимпийские играх» «Олимпийские играх»